Жизнедеятельность города обеспечена. Все наши службы работают, город обеспечен. И это я начал не зря с этого, потому что основная обязанность, которая на меня положена военное время, на город, это обеспечение жизнедеятельностью города. Вода, водооснабжение, водоотведение, электропостачание. Все наши службы работают и город этим обеспечен. Что касается сегодняшних мероприятий, мы сегодня повстречались с представителями военкоматов, с руководителями, руководящим звеном, на котором обсудили вопрос и подвели также, посмотрели наше взаимодействие. Взаимодействие районных администраций с районами военкоматов. Взаимодействие налажено, все работает так, как должно работать. Четко отрабатываются все планы. Сегодня мы были с коммунальными службами, я не буду говорить адрес, месте расположения территориальной обороны. Там необходимо провести дополнительные коммуникации, чем занимаются наши коммунальные службы. Также сегодня поступили, передали мы достаточно большой груз с теми необходимыми вещами, которые необходимы доукомплектования. Еще раз хочу заострить внимание. Мы не занимаемся укомплектованием, не одеваем, не вооружаем. Но с учетом того, что надо оперативно реагировать, мы подставили свое плечо этим подразделениям. И сегодня передали те необходимые вещи, которые были необходимы. Хотел бы особо еще раз обратить внимание на появляющиеся фейки. И вы видите, что мы открыли центр информационной обороны Одессы. Очень много фейков, очень много тех, кто хочет расшатать ситуацию, посеять панику в Одессе. Мы не дадим это сделать. Не дадим тем, кто сегодня уже капитулировал. Тем, кто сегодня уже заявляет о том, что провалена оборона. Я считаю, это преступление против Одессы, против Украины. И за это надо карать. Карать по всем законам военного времени. Тех, кто уже съедет панику. Это недопустимо. Поэтому я сегодня обратился в соответствующее заявление правоохранительного органа. Для того, чтобы эти панические настроения пресекались. Что касается без детального пояснения, что сделано, сколько, чего, в каких районах нашего места. Это я прошу своего заступника, керевника управления Тургивли. Сегодня основной удар и основная работа по логистике, это все свести вместе, занимается Ирина Истремская. Эта работа очень тяжелая. И сегодня мы с ней справляемся. Я благодарен тем волонтерским организациям, с которыми мы сегодня работаем вместе. Задача собрать, распределить и развести. Вы знаете сегодня, в связи с военным положением, насколько это сложно. Пройти блокпосты, но вовремя доставить воду, вещи, все необходимое в ту точку, в которую нас просят это сделать. Я хочу, чтобы все еще понимали, что никто не снимал с нас обязанности по заботе о тех одесситов, которые сегодня не участвуют в формировании воинских подразделений или отрядов самообороны. Это большое количество одесситов, которые, к сожалению, уже не живут привычной жизнью, но живут в нашем городе. На чем я хотел бы... Например, сегодня мы выслышали брифинг руководителя Департамента труда и социальной политики. Более 4,5 тысяч людей, которых мы сегодня опекаем. Это люди пожилого возраста, люди с инвалидностью, дети с инвалидностью. Они все сегодня находятся на нашем попечительстве. И все выплаты, которые мы должны были сделать по докладам руководителя Департамента финансов и заместителя по финансам, все выплаты мы выплатили, включая февраль месяц. Что касается... Сегодня также я был в приюте. Мы видим, что при изменении ситуации есть дети, подбавленные батьковского опеклывания, которые потребуют нашей уваги и заботы. Поэтому мы не выключаем ситуацию, когда мы будем эвакуировать наших детей. И сегодня мы были, посмотрели на обстановку, как это все будет происходить. И проработали сегодня и этот план, к сожалению. Мы сегодня встречаем... Я сегодня провел встречу с керевником Укрзалезницы, который был у ведряжения в Одессе, инспектовав наш залезничий вокзал. Мы также выработали взаимодействие. Это еще один центр нашего взаимодействия с державными установками. Планируем завтрашнего, послезавтрашнего дня увеличить наше присутствие и координацию действия с железнодорожным вокзалом, где будем помогать тем отъезжающим или приезжающих сегодня гораздо меньше, отъезжающим людям. В ожидании поезда они нуждаются и в горячем чае, и в заботе, и в каких-то, может быть, и палатках. Поэтому мы сегодня разрабатываем план наших совместных действий и будем обеспечивать отъезжающих людей и оказывать им всестороннюю помощь. Ну, еще у нас не закончился день, сейчас будет комендантский час, комендантская година. Тому прошу всех вовремя прибыть на места уже в постоянные локации, домой, а у нас день продолжается. Что касается сетевых супермаркетов, мы смогли решить проблему, которая была. Вона не была такой, что катастрофичной, но она была. Когда не было того коридора, чтобы мы своячасно доставили сюда продукты питания, у нас был запас, то есть не было критично. Но сегодня этот вопрос решен и сети для больших. Да. Мережи подают, власне кажучи, информацию, им створюют зелений коридор, и они знают, через який блокпост мае... То есть сегодня... Что касается запасов хлеба, я маю на увазе муки и зерна, воно есть. Я спілкувался сегодня с керевником Комбината, который мне запевнил, что есть в них достаточно, в них, само в них есть. А також на элеваторах, які, знаешь, уже власным таким предприемством. Я... Також я запас и зерна, и меня убедили в том, что у нас сегодня каких-либо опасений по обеспечению города Одессы хлебом нет.